Ребята, всем привет! С вами снова Технокара. Сегодня я вам буду объяснять такие базовые принципы, как, допустим, вылечить наш компьютер, как сделать так, чтобы он заработал. Самые базовые принципы определения неисправности компьютера. Допустим, когда вы сталкиваетесь при сборке с какой-нибудь проблемой, что у вас что-то не работает, что-то не запускается, и вот тогда вам нужно понять, почему, ну как определить, когда у нас в компьютере очень много разных всяких комплектующих. Начиная от видеокарты, заканчивая материнской платой с жестким диском и оперативной памятью. Куда же копнуть и какая методика делать так, чтобы у вас все заработало? Лично я с этим столкнулся в самом начале своей карьеры. Я тоже не знал, что делать, и, наверное, вы, если только в самом начале сейчас, тоже думаете, как же, допустим, сделать, чтобы у вас заработал ваш комп. Ведь часто бывает, когда ты покупаешь рабочие полностью детали, и в итоге оказывается, что все, допустим, все пять рабочих деталей совмещаете между собой, и комп не запускается. И вот тут вы начинаете ломать голову. Но почему? Ведь все же работало, все было классно. Когда я покупал у продавца, у него все работало. Мы проверили на всех стресс-тестах. Мы посмотрели, запустили, у него все работает. А вот дома я пришел, запуская, вставляя видеокарту, и не работает. Сегодня мы будем объяснять эту тему, как проверять, как делать на совместимость наши компьютерные запчасти, и как понять, какая вообще проблема в нашем компьютере, и почему же он не запускается. Ну, а параллельно мы будем с вами работать, здесь собирать наш компик. Он уже собран наполовину с прошлого стрима. Вы можете посмотреть, как я его собирал. И параллельно мы будем объяснять сегодня. Так что будет интересный стримчик, ребята, интересное видео. И такое недолгое. Поэтому я вам отвечу все за 10 минут, все ваши вопросы. И вам станет понятно, как определить неисправность в компьютере. Итак, давайте сразу же начнем и приступим к видео. Смотрите, допустим, вы запустили ваш компьютер. Вот тоже мы сейчас запустили. Компьютер, как видите, отлаженный. Все работает, игрушка идет. Это уже финальный этап нашей проверки. Но перед финалочкой-то нам нужно его собрать. Смотрите, значит, быстренько пробегаемся. Из чего состоит компьютер? Для тех, кто первый раз попал на мое видео. Меня зовут Кирилл. Я объясняю и учу зарабатывать деньги на компьютерах. Смотрите. Значит, наш компьютер состоит из жесткого диска. Потом наш компьютер состоит из видеокарты. Самой любимой видеокарты, которую все хотят себе прикупить по очень дешевой цене. Потом наш компьютер состоит из оперативной памяти. Вообще вставляется она вот сюда. Вот сейчас ее здесь на месте нету, потому что я буду ее заказывать на Алиэкспрессе. Вот. Помимо этого, смотрите, у нас компьютер состоит из процессора. Процессор вот. Это камешек такой вот квадратный, да, который у нас вставляется в материнскую плату. И вот у нас, смотрите, материнская плата. Здесь она исполнена в виде зеленого цвета. Вот так вот она выглядит. В материнской платье у нас есть разъемы для оперативной памяти, для вставки видеокарты и для процессора. Соответственно, для подключения блока питания. Вот у нас, смотрите, блок питания. Это тоже одна из составляющих. Вот блок питания у нас подключается сюда и сюда. Так, по-быстрому вам экспресс-курс, куда что подключается. Ну и наш основной, так сказать, кожух, корпус. Вот, пожалуйста. Здесь мы выбрали AeroCool Cyclone в белом исполнении. Стоил он где-то 3200 рублей. Наверное, где-то месяц назад я его покупал. Итак, вот мы, допустим, смотрите, самый быстрый способ. Сейчас я вам объясняю, как определить, почему же не запускается компьютер. Смотрите, мы все, допустим, собрали, да. Вот, смотрите, берем и, допустим, мы собираем. Мы поставили нашу материнскую плату. Мы поставили наш жесткий диск. Итак, мы будем сейчас ставить видеокарту. Вот, пока что у нас тут, конечно, все не прибрано, все грязненько, да. Но я прям при вас сейчас поставлю видеокарту, чтобы вам было понятней, чтобы вам было уже более, было понимание, да, у вас, что и как и куда. Значит, смотрите, отверточка у нас обязательно должна быть. Вот наша отвертка. И наша отвертка, она будет нами использоваться еще в будущем много раз. Поэтому обязательно купите себе отвертку. Итак, смотрите, я прикручиваю сейчас в данном моменте видеокарту. Видеокарту я прикрутил. Допустим, да, я сейчас имитирую ситуацию, что у нас что-то будет не работать. Вот, мне просто важно, чтобы вы поняли, чтобы я вам показал, что мы будем делать. Итак, смотрите, у нас есть видеокарта. Просто представим, что здесь на процессоре у нас идет какой-то кулер. Мы для охлаждения, да, его купили и поставили, да, допустим, вот. Все, у нас оперативная память тоже. Давайте представим, что вот здесь есть две планки оперативной памяти. Ну, в принципе, чтобы не представлять, да, я могу вам просто показать, что вот такие вот, пожалуйста, планочки оперативной памяти. Вот так вот они выглядят, и вот сюда вот они просто вставляются ровно по ключу. Итак, смотрите, как определить, что не работает. Давайте так. Так, смотрите, есть две ситуации. Первая ситуация, когда мы собрали наш компьютер, включаем, и есть изображение, да. Есть хотя бы что-то на экране монитора, нам хотя бы пишет какую-то ошибку. Эта ситуация легче. Объясняю почему. Потому что мы можем загуглить ошибку, посмотреть, что не работает. Допустим, у нас там пишет no hard drive disk error, короче, да, то есть он пишет, что у вас не видит жесткого диска. Вы эту ошибку можете загуглить, быстро понять, что у вас, допустим, не подключен жесткий диск по линии SATA, да. Или, допустим, он у вас там пишет что-нибудь типа no windows file, да, то есть у вас не установлена винда. Да, эту ошибку тоже достаточно легко загуглить и сразу же понять, почему у вас это все не работает. Но, знаете, мы сегодня здесь собрались-то не ради этого, чтобы такие вот ошибки, да, там гуглить и сразу же понимать, ага, что у нас не работает. Это вы и так сами без меня поймете, а моя задача научить вас понимать, когда нет изображения, да. То есть когда мы включаем наш компьютер, вот он вроде бы работает, а изображение на монитор не выходит. Я вам сейчас быстро объясняю логику, короче, по какой логике мы идем. Значит, смотрите, вот у нас все подключен кабель, подключены все кабеля, компьютер работает, изображения нет. Что делать, смотрите, записывайте, прямо сейчас на листочек записывайте, потому что у меня очень большой опыт. Вот я более 8 лет собираю компы и собираю практически каждый день, и каждый день я собираю их там по одному, по две штуки. То есть очень большой опыт, более 1000 компов собрано, очень хороший диагност, я бы так сказал. Смотрите, у нас не включается компьютер. Что первое делаем? Самое первое, из-за чего может не включаться компьютер, это оперативная память. Вот эти вот плашечки, пожалуйста, да, обычно по две планки или по одной ставятся. Допустим, если у нас стоит две планки, вытаскиваем одну, оставляем вторую, смотрим, стартует ли комп с ней. То есть, соответственно, вытащили одну планку, на кнопочку мы нажимаем, значит, да, на кнопочку вот на эту нажимаем, комп вырубаем, он у нас вырубается. Включаем, короче, с одной планкой смотрим. Изображение, если нет, получается, вторую планочку убираем, эту первую вставляем. Включаем, смотрим, короче, изображение, если нету, то, ну, соответственно, не в оперативной памяти дело, да. Соответственно, если изображение появилось, дело было в оперативной памяти. Окей, самое первое, это из-за чего не стартует наш комп, это оперативная память. Второе, из-за чего может не стартовать наш комп, второе, это видеокарта. Очень часто, смотрите, люди, бывает, забывают подключить допитание, да, в нашу видеокарту. Поэтому, первое самое, обращаем внимание на допитание. Также, помимо этого, смотрите, очень часто на видеокартах здесь есть лампочки такие. Если лампочка красным цветом, значит, питание не идет. Если лампочка зеленым цветом или белым цветом, значит, питание идет. На эту лампочку я советую вам тоже обращать внимание, но не на всех, к сожалению, в видеокартах она есть. Так, дальше, короче, смотрим. Допитание у нас подключено, он в видяха, как бы, смотрим на видеокарту. Работают ли кулера, да? Работают ли кулера? Допустим, есть ли кулера у нас работают, да? Это одно, значит, видяха подключена, видяха стартует, все нормально. Бывает, как бы, вот в этой видяхе, допустим, конкретно, кулера в базе не будут работать перед тем, как она не нагреется до 65 градусов. Поэтому, по поводу кулеров, это, как бы, 50 на 50, да, способ. Ну, смотрите дальше, короче. Как мы проверяем, в видяхе дело или нет. Видеокарту просто вытаскиваем, то есть, соответственно, болтик тут откручиваем, видеокарту вытаскиваем. И, смотрите, есть у нас в базовой материночке, да, встроенный всегда разъем. Вот этот вот синенький разъем называется VGA разъем. На каждом старом мониторе он есть, поэтому мы сюда напрямую тыкаем в этот VGA разъем, подключаем наш монитор. Смотрим, так, значит, смотрим, какое изображение у нас после этого. Есть ли у нас изображение вообще на мониторе или нет. Если изображение появляется, значит, соответственно, нужно копать видеокарты. Почему с этой видеокарты не работает? Может быть, если у вас есть какая-нибудь старая видеокарта, вы ее сюда втыкаете, смотрите, работает ли с другой старой видеокартой. Если не работает, то, значит, здесь будем уже смотреть тогда на подключение. Будем думать, может быть, в блок питания дело. Будем думать, может быть, дело в PCI-экспресс разъеме. То есть, чтобы понимать, короче, я вам покажу, что на каждой у нас материнской плате, надеюсь, тут нормально будет видно, на каждой материнской плате у нас есть PCI-экспресс разъем. Вот так вот он выглядит. Сейчас в данный момент у нас туда вставлена видеокарта. Значит, проверяем вот этот разъем. Возможно, что-то с ним. Бывает, что в материнских платах вы при покупке как бы не проверяете, а бывает, что он и не работает. У меня такое было несколько раз. Лично сам отбраковывал платы, у которых не работает вот этот PCI-экспресс разъем. На него смотрим, внимание обращаем. Вот, соответственно, если через стандартный слот у нас работает, значит, дело-то как бы, ну, не в видеокарте, да? То есть, проверяем, короче. Желательно, смотрите, если у вас есть еще другой компьютер, вот это самое удобное, короче, мы, когда мы меняем методом перестановки, есть у вас другой компьютер, рабочий, знаете уже, что он работает, видеокарту отсюда достаем, в тот компьютер подтыкаем, смотрим, если там работает с той видеокартой, ну, с вашей видеокарты отсюда, значит, дело не в видяхе. Если не работает, значит, дело в видяхе. Значит, звоните продавцу, который вам ее продал, и пытайтесь свернуть. Изначально, кстати, когда вы покупаете какие-то запчасти, такой, немножечко от темы сейчас отходим, изначально, когда покупаете запчасти, обязательно, во-первых, их тестируйте, то есть, не покупайте у метро ни в коем случае. Вот так вам подсунут больше всех. Лично у меня, у друга, такие ситуации были три раза, когда он покупался на очень дешевую цену, хотел, короче, купить себе запчасти, и в итоге это покупал, какую-то хрень, короче. Вот. Так, значит, смотрим дальше. По поводу видеокарты я вам объяснил, и также договаривайтесь еще с продавцом, чтобы он вам давал хотя бы день на проверку. Это самое лучшее будет тогда, если вдруг в видяха кажется нерабочей, то вы сможете ее вернуть. У меня такое, кстати, в моей практике частенечко бывает, то, что, как бы, я прошу, говорю, до вечера хотя бы дадите на проверку время. Окей, мне дают время на проверку. Все, вопросов нет. Так, значит, смотрим дальше. Допустим, вы все это проверили, у вас не в видеокарте дело, у вас не в оперативной памяти дело. В чем же может быть тогда еще дело? Может быть, уже дальше копаем. Смотрите, дальше уже. Возможно, проц. Возможно, проц. Как проверить, в проце дело или нет? Просто берем, смотрите, проц этот вытаскиваем. Во-первых, смотрим, не погнут ли ножки, потому что в интеловских процах люди, короче, делятся на два типа. Те, кто работает с интелом и те, кто работает с CMD. Те, кто работает с интелом, новички, постоянно гнут ножки в материнское плате от интела. Те, кто работает с CMD, они гнут ножки на процессорах, короче. Такие мне приносили тоже часто. То есть достаем, значит, прот, смотрим, не погнуты ли ножки. Если они погнуты, ножки, то их можно как бы выправить, но это уже дело другое. Как вы будете их выправлять, там есть специальные как бы приспособления, они у меня, кстати, тоже есть, вот такой прикол, шприц с оборванной иглой для выправления ножек, представляете, вот такой вот. Таким вот занимаются люди, выправляют ножки. Вот, проверяем прот, значит, если ножки нормальные, смотрим процессор методом замены, короче, да, сюда другой прот закидываем, смотрим, если не в проте дело, если опять не запускается, значит, возможно, уже скорее всего в материнской плате дело будет, скорее всего, короче. Тут два варианта, или у вас, короче, несовместимый прот с материнской платой, или у вас уже просто нерабочая материнская плата. По идее, смотрите, желательно, если у вас есть уже процессор, да, вы идете покупать материнскую плату, вы с собой просто просто берите и говорите, можно ли мне у вас проверить на месте. Так и делайте, так и поступайте со всеми продавцами на Авито. Помимо этого еще, из-за чего может не работать компьютер? Помимо этого вы, допустим, могли неправильно подключить здесь кнопочки, да, обязательно кнопочки проверяйте, смотрите по распиновке. На многих материнских платах у нас здесь кнопочки показываются, да, куда и что подключать. Эти основные моменты я вам сейчас сказал, да, из-за чего, допустим, может не работать, не стартовать даже комп. Бывает то, что винды нет на жестком диске. Бывает жесткий диск у нас с битыми секторами, и бывает очень часто то, что вылетают так называемые синие ошибки, да, когда вроде бы винда загружается, и потом раз, она резко улетает. Тут два выбора. Или у нас винду нужно просто переустановить, или уже нужно менять жесткий диск. Основные моменты, ребята, я вам рассказал. Другие моменты специфические, да. Если, смотрите, есть у кого-то какие-то ошибки, вы не можете их решить, вы мне просто видео скидывайте. Давайте, смотрите, если вам интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, решить какую-то вашу ошибку, да. Я напишу вам свой телеграм-канал, и вы мне туда видео просто отправите. И мы потом, смотрите, ваши видео просто разберем на моем канале, да, и то, как можно решить эту ошибку, вот. Так что спасибо, ребята, что меня досмотрели. Мне очень приятно, что вы меня смотрите, что вы подписываетесь. Я буду продолжать вам помогать зарабатывать деньги, помогать собирать компьютеры, ребята. И у нас очень много технических новых штук на канале. Так что, все, давайте, я вас жду. Всем пока-пока. Пока.